Комитет О ведущих пасторах поместных церквей, чтобы в нашей церкви не вошел дух лжеучения. Также мы помолимся о правительстве США, Калифорния и городе, в котором мы живем. Давайте сейчас попросим Божие благословения. Сердечно благодарна Тебе, Господь и Бог наш, за охрану нашей жизни, за здоровье и возможность, и желание прийти сюда в этот вечер в Дом молитвы. И для того, чтобы помолиться Тебе нашему Господу, прославить Тебя, Господи, еще раз клониться и попросить благодати и милости, чтобы Ты благословил и вот эти вот нужды народа Твоего. Благослови, Господь, наше Техианское объединение, Господь, комитет объединения, даруй нам Господь действительно сплоченно трудиться и славить имя Твое, потому что Слово Твое учит, чтобы мы братство любили. Благослови, Господь, всех пасторов, ведущих церквей наших, которых более 30. Господи, благослови и храни церкви Твои от лжеучений. Мы также в этот вечер желаем помолиться о правительстве, о президенте нашем, Господь Милосердене, о губернаторе, о Калифорнии и о руководителях нашего города Вест-Сакраменто. Даруй мудрости и страх Твои, Святой Господи, чтобы они могли принимать только те законы, которые соответствуют Твоему Святому Божественному Слову. Чтобы сохранять народ, Господь, в нравственности, в чистоте. Благослови, Господь, Америку, благослови наш город и наши молитвы сейчас, Господи, чтобы Ты послал, пролил этот дождик, который так необходим для полей, для фермерских хозяйств, для садов, Господь. Умоляю Тебя и просим, прости нас, Господи, не наказывай нашу землю, ради Иисуса Христа Тебя об этом просим. Услышь, Господь, голос народа Твоего и благослови нас в этот вечер. Прославься через песнопения наши и услыши молитвы, пошли этот дух молитвного общения и говори нам сегодня через слова откровения, которые Ты вложил в уста и в сердца братские. Тебе слава, Тебе честь добудет Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Тебе слава, Тебе честь добудет Богу нашему, Отцу, Сыну и Святому Духу. Приветствую вас, друзья, и поздравляю вас тоже, раз моя участь сегодня стоять на этом месте, с Новым Годом, с Рождеством. Пусть Бог благословит вас, чтобы этот год был у нас лучше, чтобы этот год у нас был как у посаженного дерева, которое плод приносит с каждым годом больше и больше, чтобы силы мы навирали. И пусть Господь нас благословит в этом. Мы сегодня будем слушать слово и молиться. И как брат-пастор напомнил, сегодня молитва за Тихоокеанские объединения, за руководителей отделов. И я, как один из руководителей отделов, сегодня буду говорить об этом. Но мне хотелось, чтобы перед началом мы послушали слово Божие. Я буду читать некоторые места, и одно из этих мест – это Матвея, 5 глава, 3 стих. «Блаженные нищие духа, ибо их есть Царство Небесное». Нищие духом – это те, которые жаждают слово Божие, как жаждущий хочет пить воду. Я сегодня почему именно в таком направлении взял, у меня направление будет немножко сегодня о воде. И место другое, которое говорит тоже о воде, это Иоанна, 4 глава, 13, 14 стих. Иисус сказал ей в ответ, вы знаете, о ком речь идет, наверное. «Всякий, пьющий воду эту, возжаждует опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Знаете, недавно мне пришлось побывать в Израиле. Вы знаете, я ездил с братом Лещинским. И для меня, конечно, было это все очень интересно, потому что первый раз я ступил на эту землю. И я возрадовался и сказал, одна из моих ожиданий исполнилась. Я увидел землю израильскую, где ходил Христос. Знаете, я только мог это читать и представлять, как это было, где это было. Но увидеть такие исторические места для меня было очень интересно. Но и особенное внимание я уделил, знаете, на что каждый на что-то больше внимания уделяет. На колодцы, которые я видел в Израиле. Для меня это было очень интересно увидеть эти колодцы. И знаете, я так рассуждал колодец. Думаю, столько камней, такие пустынные места на возвышенности. И эти колодцы. Понимаете, когда колодец, кто колодец когда-то рыл, наверное, знает, если колодцы находятся на равнине, где реки, где воды, то легко. Чуть-чуть прокопал и вода. Но когда в горной местности, где горы, высоко, в таких местах до колодца докопаться очень тяжело, чтобы выкопать колодец, там большие глубины, я заглядывал. Я даже брал камушки, вот возьму камушек, вот так вот брошу туда, темно было. И слышу, нету, 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 вот там где-то далеко он улетел, этот камушек. Ну, представлялось, глубина была большая, может, метров 50 или сколько. Я так думаю, я не замерял. И я так подумал, думаю, слушай, сколько труда надо было вложить, чтобы выкопать этот колодец. И даже я обратил внимание, как эти колодцы копали, даже я видел схему там, знаете, такое, этот, делали, землю поднимали тоже, и верблюды ходили вокруг оси, и делалась какая ленточка, как в шахте такая цепочка, и эти ковшики землю бросали, и потихоньку поднималось наверх, выбрасывалось. В общем, тоже приспосабливались. Но я хотел бы не об этом сказать. Моя мысль была, знаете, о чем? Вы знаете, любое строение, когда люди делают, и делали, особенно в те времена, то оно начиналось в первую очередь, чтобы строиться, делать какое-то строение, дом, палатку ставить, что бы ни было. Люди всегда думали, будет ли там вода. И поэтому делали в первую очередь что? Рыль колодец. И когда колодец ворует, то около этого колодца уже ставили одну хижину, вторую, ну, дома какие были, палатки были, или что. И это все начинало расстраиваться. И этот колодец имел особенную цену. Знаете, и даже когда много людей вокруг собиралось, то именем этого колодца называли и село это, и город. Вот вы это встречали в Библии, я сейчас эти места прочитаю. И даже люди из-за этих колодцев могли сражаться, друг к другу останавливать жизненный образ. Вы знаете, прекрасно. Если хотели навредить, то колодцы приходилось охранять. Они пытались их засыпать землей. И знаете, какое большое время надо было, чтобы этот колодец обратно выкопать. На это надо было очень много сил вложить. Я как-то разговаривал с сыном своим старшим, он любитель истории, и я не помню, где это происходило. Он мне говорил такую историю, что когда-то индусы, индусы, они построили большую крепость. У них был такой полговодец, очень мудрый. Я не помню, с кем они воевали. Но факт, что эту крепость, когда окружили, то враги, они выжидали. Как часто во многих крепостях это происходило, и говорили, вода кончится, и они выйдут оттуда. И получилось, что им пришлось очень долго ждать, и они сами вынуждены были уйти, потому что у них самих и продукты, и вода кончилась. А те в крепости, они проживали так же, продолжали жить. А он был мудрый полководец. Прежде чем эту крепость строить, он там сделал колодцы. Они об этом не подумали, и никто не знал, это был секрет. И они думали, что у них вода кончится, а у них вода всегда там была. Вы знаете, зачастую можно встретить, когда приезжают сюда, в эту сторону, даже люди, и когда приходят в церковь и спрашивают, ну, как давно вы здесь? Ну, два, три года, пять лет. Ну, вы где-то были члены церкви? Да нет, мы пока определяемся. Я так подумал, думаю, ну, так долго определяются. Я не знаю, я определился за два дня или за день. Мы как первое собрание, которое мы пришли, мы сразу определились. Я так подумал, думаю, почему они так долго? Ну, говорят, ну, сейчас время такое, люди ищут работу. Говорят, вот надо найти работу, вот работу найду, и там потом буду искать церковь. Я так задумался, думаю, ну, это же неправильная система. Понимаете? Если сперва строился колодец и воду, которую пить, они имели, потом они строили все остальное и свою жизнь. Если бы мы начинали свою жизнь строить тоже с колодца, если бы мы говорили, пойду в церковь, все остальное Богу смотрит. Так Слово Божие говорит, это не я говорю. Он говорит, прежде всего, меня ищите, все остальное приложится. Я хотел некоторые примеры с этими колодцами прочитать. Это первый пример, это Бытие, 26 глава, 12-22. 26-12 глава, 22 стих. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат, как благословил его Господь, и стал великим человеком сей, и возвеличился больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого, крупного скота, множество паханых полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодзи, которые выкопали рабы отца Его, при жизни отца Его Авраама, филистимляне засыпали землею. И Авимилех сказал Исааку, удались от них, ибо ты сделался гораздо сильнее их. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Гератской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодзи воды, которые выкопаны были во дне Авраама, отца Его, и которые завалили филистимляне до смерти Авраама. И назвал их тем же именем, которым называл их отец. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодзи с живой воды. И спорили пастухи Гератские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодзию имя Есек, потому что спорили с ним. И выкопали другой колодец, и спорили так же и о том, и нарек имя Ему Ситна. И он двинулся оттуда и выкопал иной колодец, которым уже не спорили, и нарек ему имя Реховов. Ибо сказал, он теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Мы, это место я прочитал, вы видели, как филистимляне пытались навредить Израилю, чтобы им стало намного труднее, и могли их поразить. И это было одной из их, можно сказать, систем их, которые они могли их наказать. Другое же место, которое, это там же, это 32 глава, 32 и 3 стих, 26, 32 и 33. В тот же день пришли рабы Исаковы, известили Его о колодзии, которые выкопали они, и сказали ему, мы нашли воду, и он назвал Его Шива, посему имя городу тому Бер Шива до сегодня. Как видите, я почему эти места читаю, что именем этих колодцев называли эти воды. И третье место, это тоже тут три стиха, это бытие тоже, 26 глава, 29, 31. «Чтобы не делал нам зла, как мы не коснулись до тебя, и делали тебе одно добро, и отпустили тебя с миром, теперь ты благословен Господом. Он сделал им пиршество, и они ели и пили. Встав рано утром, поклонились друг другу, и отпустил их Исаак, и они пошли к нему с миром». Я, извиняюсь, это, наверное, я перепутал место. Как мы видим здесь, враги Израиля, Израиля, это имели такую систему, чтобы водой остановить это движение. Так и мы, если в нас сегодня Господь, то есть в нас будет этот колось, эта живая вода, как в той крепости, если будет, то мы знаем, что бы ни случилось с нами, какие бы беды на нас ни двинулись, враг нас не сломит, потому что источник воды будет в нас. От избытка сердца говорят уста. Если сердце будет наполнено этим родником, он будет изливаться, и не только эта душа будет живая, но еще многие вокруг этой души будут иметь это благословление. И давайте теперь мы переступим ко второй части. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились о Тихоокеанском объединении и о руководителях этого объединения. Вы знаете, что в нашем объединении есть 23 отдела, и руководят этими отделами. У нас есть комитет, в который входят Абраменко Михаил, Бугрев Николай, Цверенко, Осельский, Козарезов, Гусенков, Кузичев, Милеев, Конопелкин, Овчаренко, Зинченко, Виктор. И мы знаем, что кассир в объединении – это Голь. И у нас 23 отдела, в которые входят у нас газета «Наши дни», мы знаем Бруяка, Иван, Журнал «Божий виноградник» – это Бубняк у нас, Олег Гладыш, у нас занимается миссионерским отделом, Яновский Сергей – музыкально-хоровым отделом, Бордаш Евгений – молодежный отдел, Ключник – подростковый отдел, Сергеева и Маланчук, они занимаются воскресной школой, Пронин у нас занимается отдел образования, Китсен, Вера, сестра, сестринским отделом, Лысенко – это с нашего отдела, с нашей церкви в этом отделе есть 7 человек. Это зампредседателя Бугреева, это Михаила Абраменко, вот, и 6 человек с нашей церкви также занимаются в отделах. Это Лысенко, Сенина, Татьяна, они вместе тоже, Даравру, Больга с нашей церкви, вы знаете, мама в молитве, но и мой отдел, тюремный отдел, и я хочу вам сказать, что вот за прошлый год у нас было совершено 80 служений за год по тюрмам. Я так посмотрел, это где-то если в году 360, это почти каждый четвертый день, получается, ушло на это служение. Кроме того, домашние встречи. Работы очень много. Бурлака – отдел радиослужения Аветисова, Ольга. Она сегодня очень активно ведет работу, интернет-служения, и очень помогает всем отделам. Постоянно всех нас тревожит и говорит, давайте материал, давайте материал. Заворотнев, также Владимир, лагерное служение. Семирюк Александр у нас, администратор, дело там. И также мы знаем, что в Аркентин, Василий у нас тоже видеослужение, и Вивсюк, они вместе. Пихай, литературный отдел, Сверенко, магазин у нас, знаете, три стор сделали, на Ватавеню наш миссионерский отдел сделал, чтобы могли покрывать эти миссионерские расходы, которые есть. Потом Черенков, вы знаете, реперационный центр у нас, вот также у нас Кэмп, тоже Черенков и Зуева вместе занимаются. И Гольф финансовый отдел. Друзья, я сегодня не буду, конечно, говорить о работе этих отделов, потому что сегодня у нас неотчетное. Мы сегодня пришли, чтобы помолиться. Ну, я вам скажу просто простыми словами, что отдел работает очень серьезно. Все, кто руководят этими отделами, они жертвуют, отрывают себя от семей. И когда мы собираемся, каждые два месяца раз мы собираемся на эти встречи, мы делимся с той информацией, которая у нас есть, кто что сделал в отделе. Я вам скажу, у всех отделов такая бывает большая программа работы сделанной, что мы каждый раз просим, давайте покороче, потому что очень много работы делают все. И коллектив очень сплоченный. Основная задача Тихоокеанского объединения, вы знаете, это чтобы объединять церкви. Программа молитвы в нашем Тихоокеанском объединении. Что такое объединение? Это братья и сестры, члены церкви, которые как единый организм работают сплоченно, поддерживая друг друга в служении. Там, где есть единство, там есть успех в служении. Наше объединение насчитывается, ну, это я говорил вам, и отделы нашего Тихоокеанского объединения также контактирует не только в своих церквах, но контактирует с церквами штата Калифорния во многих городах. В первую очередь, конечно, с церквями, которые входят в наше Тихоокеанское объединение. Ну, кроме этого, ездят и в Мексику, ездят и в Россию, и на Украину, и мы знаем, и в Китай, и в Германии. И во все точки посылают людей, и основная наша задача – в такие точки послать людей, где Слово Божие не слышат. Отдаленные места. Не в такие места едут, где можно иметь большие встречи, а в такие места, где сегодня мало доступно Слово Божие. И сам председатель нашего объединения Николай Бугарьев, он старается со всеми и в Америке, и за пределами Америки, со всеми руководителями, со всеми председателями этих объединений всегда поддерживать связь, чтобы мы могли знать, что происходит. Потому что вы знаете, что много значит, когда объединение умеет управлять рычагами и имеет информацию о том, что происходит в церквах. И знаете, многое мы можем даже делать здесь, живя в этой стране, когда у нас есть такое объединение. Я просто вам скажу простой пример только за свое дело уже, чтобы вы примерно имели представление. Вы знаете, что много раз приходится быть на судах, чтобы защищать тех, которые хотят депортировать, у которых большие сроки. И я благодарен Богу, что сегодня у нас самый, как кажется, потолок того ответа, который мы просили у Господа, это у нас двое, которые на пожизненном, им сняли пожизненный срок. И я вам скажу, если бы это было, может, наше ходатайство на уровне церкви, я не знаю, как бы оно все-таки сработало, но когда они смотрят, что это Тихоокеанские объединения, славян, ивановских, христиан, баптистов, это звучит уже по-другому. И они смотрят, и я вам скажу, результат есть. Потому что вот даже вот последнего, кого освободили, судья был в большом восторге, когда он услышал, он был в удивлении, что такую характеристику дали мы, поддержку. И когда он это письмо прочитал, что письмо, адрес, от кого оно отправлено, это Тихоокеанские объединения ивановских христиан, баптистов. Так что я вам скажу, даже в этом отношении, чтобы решать какие-то наши вопросы христианские, объединение делает большую работу. Конечно, сегодня больше бы, наверное, сказал Михаил Юрьевич, потому что он все-таки зампредседателя. Ну, я не знаю, братья говорят, скажи ты, Виктор, но вы же простите, я в простоте как мог, так и сказал. Я говорю, сегодня не отчет, но я вам скажу, работу делают, а делаю большую. И я благодарен Михаилу Юрьевичу и Бугареву Николаю. Я вам просто скажу, это не подхалимаш, поймите. Я не люблю подхалимов сам. Может, кто-то думает, что Михаил Юрьевич здесь сидит. Я говорю, нет. Если что-то не так, они знают, братья, у меня характер. Я подойду и скажу, что-то не так. Но я вам скажу, на самом деле, они сплотили коллектив в объединении. У нас очень дружный коллектив. Молитесь за этот отдел, чтобы мы продолжали эту работу и радовали вас. Аминь. Крещение Господа Иисуса Христа. Изгиб реки зеленый полуостров. Здесь иордан, не быстр и не глубок. Сегодня все, как дети, братья, сестры, сроднил людей невиданный пророк. Звучны слова пророка молодого. Неугасим огонь его очей. Что может быть сильнее слова? Возвышенных божественных речей. Слова сильнее, чем действия стихии. О, Господи, как дивен этот дар! Он говорит о том же, о Мессии. Господь грядет, покайся млад и стар. И вот вдали шел одинокий кто-то, шагал легко, как будто бы летел. И в сердце сразу зазвенела нота. Спаситель это, Божие дитя! Раздался громкий голос. Посмотрите, вот агнец Божий, посланный Творцом, как с неба незаслуженная милость всем раненым дьявольским свинцом. Приподняты пророческие руки. Вот тот, о ком я людям возвещал. Безропотно он примет смерть и муки, чтоб дать богатство тем, кто обещал. Спросил пророк с неудержимой дрожью, не отрывая от Мессии глаз. Что хочешь ты теперь, посланник Божий, пришедший с неба, чтоб спасти всех нас? Дьявол вел все время с нами войны, миллионы душ безжалостно губя. Христос ответил голосом спокойным, хочу крещение принять от тебя. Мне надо б на тебя креститься. Ты чистый, свят, а я так слаб и мал. Не нужно возражения и жалоб. Исполним то, что Бог предначертал. Послушные Господни у веления, осуществим небесную мечту. Тогда пророк с немалым умилением вошел в реку, приближившись к Христу. Заколебались воды Иордана, как голубой расплавленный металл. И вдруг для всех негаданно, нежданно, без туч на небе гром загромыхал. Заветное желанное слияние, когда с землей сроднилась невысота. И белый голубь в неприступном свете затропыхал всех, повергая в прах. И каждый думал, Господи, мы дети, Ты наш Отец и милость нам даешь. Раздался голос всем на удивление. Вот из веков возлюбленный мой сын, лишь только в нем мое благоволение. И мир спасти лишь может он один. Какое людям грешным обретенье, какой на тьмою света перевес. А он среди всеобщего смятения бесшумно и торжественно исчез. Искали все мессию, как святыню. И даже в полночь, не сомкнув очей, Господин Дух повел его в пустыню от любопытных взоров и речей. Творец к нему был по-отцовски чуток и помогал все скорби перенесть. Постился там он целых сорок суток. Не пил, не ел. Молился день и ночь. Днем солнце жгло. Куда уйти от зноя? О, помоги и не оставь, отец! И естество телесное, земное взалкало, обессилев наконец. Хотелось съесть ему хоть кусочек хлеба и корочку запить глазком воды. Тут сатана увидел с ротосердца исполнен коварства и вражды. Как ангел света, внешностью пригожей, явился он в Мессии и сказал, «Ты голоден? Так если ты сын Божий, скажи, чтобы этот камень хлебом стал». Не внял спаситель замыслом дьявола и мудрый дал божественный ответ. Жизнь степлится не хлебом, лишь единым. Без слова Божия в мире жизни нет. Не ведает, что финал придет бесславный, что он в борьбе потерпит стыд и срам, берет Христа дьявол, город главный, где был прекрасный, всеми чтимый храм. И вот они вдвоем на кровле крыши. Коль ты сын Божий, то бросайся вниз. Что для тебя ущелье, пропасть, яма, а здесь уже не так большой карниз. Написано, что ангелам небесным даст повеление, чтобы тебя нести, чтобы уберечь от язв и ран опасных на многотрудном жизненном пути. Да, на пути, но разве путь достойный по прихоти дьявола прижег? Христос ответил голосом спокойным, отвергнул и второй его урок. Свет с мою жить согласии не может. Не искушай, лукавство видно мне. Тебе твои уловки не помогут. Я голоден, но я сильней в тройне. Дьявол невнимателен к укорам, он не сдается, и Христа берет на самую возвышенную гору, откуда царь земных немыслим счет. Вот все мое, тебе отдам навеки. Коль падше, ты признаешь власть мою. Прочь, сатана, спят, потекут ли реки? Пойдет ли в ад тот, кто живет в раю? О, мне ли твоих придержится правил? О, мне ли свет менять на темноту? Тогда дьявол Господа оставил, и приступили ангелы к нему. Аминь. Кто верил, попал, любил и пребывал с Христом, того Христос через мрак могил возьмет в свой вечный дом. Мир Божий и благодать да умножится от Господа вам. Господь устроил так, что мы имеем уже две недели общения здесь почти каждый день. И это великая милость Божия, это зарядка нашего духовного организма, и Он требует этой зарядки. Не всегда все читают Слово Божие, не всегда совершаются молитвы, но, проходя в церковь, здесь регулярно преподается здравое учение, молитвы совершаются, и мы в этой атмосфере духовной возрастаем и укрепляемся. О многом Господь нам напоминает здесь. Сегодня тема нашей молитве о ведущих пасторах поместных церквей евангельских христиан-баптистов Тихоокеанского объединения, чтобы в нашей церкви не вошел дух лжеучения. Это наш очный вопрос, проблема, и мы сегодня будем совершать молитву. Но прежде чем совершать молитву, мы с вами обратимся к Слову Божьему в прошлом времени и настоящее время, и что ожидает этот мир и Церкви Христовой. Мы прочитаем 2-е послание Петра, 2-я глава, 1-й стих. 2-е послание Петра, 2-я глава, 1-й стих. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупительного их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». И второе место. 1-е послание Иоанна, 4-я глава, 1-й стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». И мы сами ощущаемся, верующие люди, сколько этих духов разнообразных. Разнообразных. И сатана подделывает, изучая каждого верующего человека, его немощь, и вот посылает тот дух, чтобы он сделал вред для души. Ведущий пастор, как мы здесь прочитали, это тот, кто ведет. Это тот, который всегда впереди. Я когда еще был молодым человеком и смотрел на пастырей, когда они сидели, служение идет, проповеди, проповедуются проповеди хорошие, излагаются, песнопение. И я думаю, сидит пресвитер и отдыхает. Как хорошо! Но когда Господь позволил мне сесть на то место, я почувствовал, что это не так. Это труд, и большой труд, когда пресвитер сидит и наблюдает за служением. Кто проповедует, как проповедует, какое песнопение, здравое или не здравое, какая музыка, как себя ведут, как молятся, кто не молится, смотрит на лица верующих и продумывает все от начала до конца, весь служение. Он все время работает, находится в работе. И я думаю, что не только руководящий пресвитер этим занимается, этим занимаются и все пресвитера. Они отвечают за определенный участок работы, и они стараются наблюдать, что для церкви нужно. В своей кухне в пресвитерской они готовят пищу и знают, какая должна быть пища. И для детей нужно, и для юношей, и подростков, и среднего возраста, и для стариков, какая нужна проповедь. Они видят лица присутствующей пасты, кто в унынии, где нужно поддержать, и так далее. И молитвы совершаются, и Слово Божие читается. То есть это большая совместная работа. И слава Господу, братья и сестры, что в нашей церкви это все есть. Я благодарен Господу, что в нашей церкви преподается здравое учение, здравое песнопение, стихи очень духовные. Это все создает атмосферу духовную для того, чтобы напитать наши души, и ободрить, и утешить, и обличить, укрепить, указать на недостатки и так далее. Ведущие пресвитеры – это те, которые стараются и молятся не только о всей церкви, а иногда персонально о личности, которые необходимо преподнести Господу на руках молитвы. Мы живем в такое время, когда много лжепророков, лжевчителей и много ересей. И мы встречаемся с вами, живя на этой земле, в разных городах, когда мы жили, в разных республиках, и сатана один и тот же. И готовить этих духов для того, чтобы разрушать нашу веру, чтобы нас уводить подальше от нашего Господа. Когда мы читаем книгу пророка Иезекииля, там Бог показывает ему храм во всех размерах, из чего должен он быть построен, назначение комнат и всех помещений, как должно проходить там служение, какая работа и так далее. И вот особенно я подчеркнул там и обратил внимание на один вопрос. Там говорится о двух комнатах. Первая комната сбоку северных ворот была комната лицом к югу, а в южных ворот была комната лицом к северу. И было сказано, что комната, которая лицом к югу, это для священников, бодрствующих на страже храма, а комната, которая лицом к северу, для священников, бодрствующих на страже жертвенника. Как видите, братья и сестры, храм тщательно охранялся и наблюдался, что в нем делается, когда кто приходит, когда уходит, что там делается, какие жертвы приносятся. А жертвы должны быть без порока, чтобы было правильное жертвоприношение, вовремя все сделано. И вот там были священники, которые наблюдали за этим, братья и сестры. Это в то время еще. И я думаю, что и Церковь Христова Христос построил так, чтобы были эти комнаты, где священники наблюдают за ходом служения, за ходом жизни Церкви, чтобы оно было все видно, прозрачно было, и Господь помогает в этом. Поэтому на это возлагается большая на них ответственность, на пастыров, но я думаю, что не только на ведущих пастыров. Это и на дьяканов, это и на проповедников, и это на каждого члена Церкви, братья и сестры. Чтоб каждый бодрствовал и видел, что его окружает, какой дух внушает дьявол, как бороться с ним, что с ним делать. И часто братья разбирают эти вопросы, когда собираются, и уже опытные братья, и трудно иногда противодействовать. Но Бог дал нам право, силу дал, мудрость дал. Но как противодействовать этим козням дьяволам? Ведущие пресвятера избираются обычно из опытных братьев, переживших братьев. Братьев, которые знают Слово Божие, которые чувствуют, где приближается какая опасность, чтобы своевременно предупредить пасту. Руководящие братья, они посвящены на это дело Господом. И для этого поставлены они, чтобы Церковь молилась и поддерживала их. Они такие же самые люди, как и мы с вами. И они подвергаются атакам больше, может быть, чем мы. И поэтому особая нужда, чтобы мы молились, а не бодрствовали, и на руках молитвы приносили Церковь. Еще в те времена апостол Павел писал Тимофею. Во втором послании Тимофея, 3 глава, 1-17 стих записано. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». И перечисляет букет, из чего состоят какие будут люди. Самолюбивый, сребролюбивый, горды, надменный, злоречивый, неблагодарный, родителям непокорный и так дальше. И этот букет расцвел сейчас. Такой огромный он, разнообразный он. И вот во втором стихе, вернее, в тринадцатом стихе здесь пишется так. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Библия открывает нам, что весь мир лежит во зле. Вот ее объем такой, что весь мир помещается в этом зле. И он не уменьшается. Мы видим, что он увеличивается все время, этот объем. Ну вот, четырнадцатый стихе говорит. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен». Слава Господу! Я благодарю Господа, что у меня были такие родители, которые преподавали здравое учение, научили молиться. Я в церкви такой вырос, где преподавалось здравое учение. И я чувствую всегда, если где-то что-то не так, я начинаю молиться, чтобы Господь давал откровение, чтобы правильно понимать ситуацию, обстановку, которая нас окружает. И я благодарен Господу, что попал в эту церковь, в которой преподается здравое учение. И что дети и внуки, они также слышат это здравое учение и воспитываются. Я радуюсь этому. Сколько церквей, братья и сестры, где много заблуждений, где много отклонений различных. Потому что много лжеучителей явилось, много различных переводов, различных толкований. И люди, с одной стороны, шарахаются в другую сторону, ища истины. А истина во Христе Иисусе. Нам, как никогда, сейчас надо стоять в истине. И ведущим пресвятерам, и всем деканам, проповедникам, хористам, каждому члену церкви нужно стоять в истине. А истина во Иисусе Христе. Потому что Он сказал, я и всем путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Во 2-м послании Тимофею 1-я глава 13-й стих записано «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от Меня с верой и любовью во Христе Иисусе». Здравое учение – это здоровое учение, которое дает для организма развитие, выкрепляет его. Чистое словесное молоко. И здесь апостол Павел молодому служителю говорит, что «Держись образца здравого учения». А сейчас время такое, что различные складываются ситуации, чтобы немножко там отойти от истины, там немножко отойти от истины, уступить этому миру. И сильно проникает либерализм. И это очень опасно для церкви, это очень опасно для верующих людей. Хорошо было бы, если бы в церквах были еще две комнаты. И я радуюсь и благодарен Господу, что у нас еще есть две комнаты, кроме пасторов, для пасторов северных и южных ворот. Комнаты есть. Но вот третья комната – это для бодрствующих и наблюдающих за молодым поколением. И чтобы там были не только пасторы, но и декана, проповедники, родители, дедушки и бабушки. Это особая молитва за молодое поколение. Слава Господу, что это осуществляется в нашей церкви. И хотелось, чтобы оно еще возрастало и больше. И радует то, что и молитвы, молитвенные цепочки, и молитвы отдельно молятся. Я каждый день молюсь два раза и молодом поколении. Время есть. И я проклоняю колени и перечисляю все эти вопросы. Я сижу здесь, когда совершается служение. Если здесь один раз помолились, а я уже два-три раза помолился. И Господь побуждает сердце наше молиться, потому что мы знаем наши проблемы. Мы знаем проблемы наших близких, наших детей и наших внуков. Вторая, четвертая комната. Надо, чтобы она была в церкви для руководителей хорового и общего пения, а также музыкантов. Чтобы пение и музыка были церковной и духовно-назидательной, чтобы они были. В Псалме, в 46-м, 4-м стихе, говорится так. Пойте Богу нашему, пойте, пойте все разумно. Значит, можно петь и неразумно. А Господь хочет, чтобы это пение было разумным, чтобы оно было церковным, чтобы оно духовным было, содержательным было. Вы знаете, Господь оставил нам от прошлого братства большой репертуар гимнов, который родился в трудных условиях, в тюрьмах, в заточениях, в переживаниях, в голоде, в войнах. И когда мы их поем, эти гимны, они доходят до нашей души, глубины души нашей. И мы радуемся иногда со слезами, благодарим Господа и поем эти гимны. И как бы хотелось, чтобы они продолжались. В втором месте, говорится, пойте песни новую. И новые надо песни петь, не одни и те же. Но не переделывать их, а лучше сочинить новую какую-то песню хорошую. А когда мы переделаем то, что уже есть, один переделал, другой, третий, она теряет смысл. Оно не так принимается, дорогие мои. Нужно об этом усердно молиться. Почему Бог проживает и к бдительности, и к бодрствованию? Мы с вами на порог величайших событий в истории человечества. Это второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Сатана, зная, что ему остается мало времени, будет действовать особой яростью. Поэтому усилится действие духов злобы поднебесной. В первом послании к Тимофею, в четвертой главе, в первом стихе записанных, Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесшовским. Вот это задача дьявола. И я вам сейчас проведу три примера, три замысла, которые уже работают, и он запустил эти замыслы. Первый замысел – это свободная любовь. Свободная любовь. По мере возрастания либерализма и проникновения в церкви, возникает и эта свободная любовь. Как никогда дьявол разжигает страсти человека до такой степени, что бесстыдные дела не только делаются открыто, но и восхваляются, и поощряются, и даже узаканываются. Это мы с вами видим. Дьяволу уже нечего показывать, нечем привлекать людей. И он теперь нагостью людей, наготу людей показывает. А людям это нравится. И это вы видите в мире, сами наблюдаете, как сатана старается все это показать наготу и привлечь как-то людей. Каковы же результаты этого дьявольского замысла свободной любви? Разрушение семьи, разводы, массовое убийство нерожденных детей и различные болезни. Это мы с вами видим сами, не надо доказывать. Второй замысел его – это наркомания. Наркомания пожирает миллионы людей, в основном – это молодых людей, по всему земному шару. Не только в одном государстве, по всему земному шару. Люди попали в рабство греховное. К самому дьяволу безрассудно идут на любые преступления, лишь бы удовлетворить свою похоть, свое желание. Это люди становятся носителями смерти. Это так и есть, братья и сестры. А сколько рожденных душевных и телесных уродов! Это мы с вами, может быть, мало знаем. Но то, кто бывает в этих больницах, они видят, сколько их много. И третий замысел – это еще более ужасный замысел. Замысел, который сатана старается внедрить его, и он уже внедряет его, это замысел страшный и называется в этом мире религией нового века. Религия нового века. Что это такое? В ней ничего нет нового. Дьявол даже уже давно обольщает людей. Читайте первые страницы Библии, как он обольщил Адама и Еву. Дело в том, что религия нового века проявляется во многих аспектах и формах. И люди попадают в эту зависимость. Как-то один брат мне рассказывал, пришел, говорит, к одну верующую семью, сидит муж и смотрит в одну точку, а жена говорит, не трожьте его, не тревожьтесь. Он сосредоточивается вот в одной точке. И вот ему в этой одной точке различные явления начинают показываться, видения различные могут показываться. И это человек, который был верующий, а потом попал под влияние этих духов. Что же несет эта религия нового века? Человек, который отдал уже себя тьмы, силам тьмы, может внушать этот нечистый дух и другим. Во всем религия нового века идет вразрез с Библией. По этой религии нет греха, нет необходимости покаяния и искупления, нет в этом необходимости, нет стыда. Я как-то пошел на одно служение к харизматам. Ну, там и танцы, и многое такое, что просто неприемлемо. Я, молодые люди стоят, я спрашиваю, я говорю, и вам не стыдно вот это? Они говорят, а что такое стыд? Ну, говорю, какая-то скромность должна быть. А что такое скромность? Они не знают, что такое стыд, что такое скромность. Как Пилат не знал истину, что такое истина. Он судил, а что такое истина, он не знал. Как понимал, так и судил. Как люди просили, он так и делал. И вот многие тоже попадают по эту зависимость. Нет греха, нет необходимости в покаянии, нет в искуплении и нет стыда. Она отвергает, эта религия, все, что говорит Библия. Мы должны наблюдать, братья и сестры, за молодым поколением, за нашими детьми, внуками нашими, с кем они дружат, что они читают, чем они увлекаются, и совершать молитвы, чтобы Господь сохранял, чтобы и самим стоять в истине, чтобы они видели, что мы действительно в истине стоим. Пусть Господь поможет нам и укрепит нас, братья и сестры. Мы сейчас будем молиться и просить Господа, чтобы Господь благословил и нашу церковь, и церкви объединения, чтобы они стояли в истине. Аминь. Как звезда, что утро предвещает среди ночи, здесь, в земной стране, так Господне слово мне сияет и вещает о великом дне. Дорогие братья и сестры, и вот последний день нашей недельной молитвы. И вот мы прочитаем, что сегодня, заканчивая этот день, мы еще помолимся о правительстве США, Калифорнии и городе, в котором мы живем. И вторая глава первого послания Тимофею написаны такие слова апостолом Павлом, обращается к Тимофею и говорит, «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прощения, моления и благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочести и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему». И второе место тоже. Апостол Павел обращается к Титу посланий и говорит, «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело, никого не засловить, быть несварливым, но тихими и оказывать всякую кротость ко всем человекам». Братья и сестры, не знаю, мы живя там, откуда приехали, как мало, когда заканчивали год или вступая в Новый год, очень мало было в церквах, чтобы молиться за правителей. Но в некоторых было, чтобы Господь послал мудрости им. Но здесь мы каждый год молимся о наших правителях, о начальствующих, и мы должны также за них молиться, чтобы нам было хорошо, чтобы они также могли иметь страх пред Богом, потому что Бог также спросит и с них. Им это дано, чтобы быть правителями и в городе, и даже на работе есть начальствующие, чтобы они также могли с людьми обращаться хорошо, а мы должны там, где работаем, покоряться им. Вы знаете, вот здесь такие слова «никого не злословить, быть несварливым». Есть такая история Франции. Два бравых солдата, которые шли недалеко от шатра Генгриха, короля IV, и все высказывали недовольство, проходя мимо его шатра и с такими словами нецензурными говорят в его сторону, а он потом открывает шатер или дверь и говорит «господа, нужно потише разговаривать, король вас слышит». Братья и сестры, иногда мы думаем, что нас никто не слышит, и можем тоже так же поносить, быть недовольными. Вы знаете, что я услышал? Когда вот пособие немножко добавили, вот недавно, да, всем, которые там по 11, не знаю сколько, и одна сестра говорит, а разве это много? Братья и сестры, дорогие, мы приехали сюда, должны благодарить, ни в одной стране нету, так, чтобы это, что мы можем ухаживать за своей мамой, получать дома, что мы ничего не посадили здесь, нигде не работали, и мы должны благодарить за эту милость самого Бога и правителей. послание Римлян, 13 глава, с 1 стиха, такие, «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующей власти от Бога устанавливаны, посему противящие власти противятся Божьему установлению, а противящие сами навлекут на себя осуждение». Они поставлены Богом. если Слово Божье говорит нам о том, что существующие власти от Бога, и они поставлены для того, чтобы быть, какие-то законы давать, чтобы они были разумны, конечно, в настоящее время мы видим, что законы устанавливают те, которые не библейские, но Господь их спросит. «В нас закон должен быть в дома, когда мы своих детей чтобы должны наставлять, научать, пусть хоть какие будут законы, нам, мы живя там, то же самое, нет Бога, вы должны быть комсомольцами, но когда нас родители наставляли, то нам не было страшно, мы знали, что есть тот, что родители следуют за Господом, и мы знали, что есть Бог, и Он нас сохранил, но, дорогие, когда мы где-то работаем, может быть, этот строгий менеджер или там еще, мы должны помолиться за них». Мой друг приехал в Дрогий штат, когда оттуда с Ташкента, Уахайя, и когда устроился на работу, сам этот работодатель или прораб, как ее назвать, он говорит, вот видишь, там куча бетона лежит, вот тебе лом, вот тебе лопата, разбивай и вот в сторону, чтобы он это потом можно было погрузить на машину. Он так посмотрел, ну что это, тут уже устроился, так, не на это, там, но он спокойно, кротко пошел, стучал, стучал, вот, разбивал и где-то два-три часа потом этот прораб смотрит, что он ему ничего не сказал, кротко взял все то, что нужно было там, с чем работать, и он потом ему говорит, иди сюда, остановись, здесь придет бульдозер, все чистит это, я хотел тебя испытать. Братья и сестры, нужно быть послушанием, с нашей стороны, смирение. Первая Петра, вторая глава, 13 стиха, 21-й, идут по 21-й, «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемы для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, чтобы мы были покорны, дорогие». Конечно, когда Петр сказал, когда мы читаем Евангелие, кого больше слушать, вас или Бог, когда они проповедовали об Иисусе Христе, когда они говорили, что вы идите отсюда и не говорите больше об этом, здесь, конечно, мы должны покоряться Богу, быть свидетелями, и там даже мы можем быть свидетелями даже без слов, где наша жизнь говорит, что мы являемся христианами, что мы живем по-христиански, что мы слушаем властей, то, что мы должны исполнять на работе, в учебе. Знаете, однажды, когда дочь училась, она сказала, папа, есть такая учительница, которая недолюбливая что-то нас, или там это, а в них была комната, когда еще до начала занятий, в то время я сейчас не знаю, когда они ходили в хай-скул, даже сын потом тоже раньше, они перед началом занятий заходили в была комната и там молились. Я ей тоже сказал, вы молитесь о ней. Вы знаете, совсем переменилась она. Когда мы со своей стороны покажем покорность, что мы дети Божьи, что мы христиане, то тогда и Господь благословляет и нас, дорогие, если мы должны покоряться и властям, и начальствующим, там, где мы живем, тому же менеджеру, в апартментах, или где-то еще мы эти места прочитаете, дома, может быть, что-то мы не так делаем. Да. Сегодня, чтобы получить больше, к стыду нашему христиане делают то, что не угодно пред отчам и даже Бога, какой-то соперей, что они отдельно живут, и чтобы этих лишних сто долларов получить, братья, сестры, одумайтесь, Бог праведный судья, мы должны исполнять законы там, где мы живем, и быть послушными, быть кроткими, бессмиренными, и Господь только. Потому что сам Иисус Христос, Он желает, и в этом послании Петра там сказано дальше, чтобы мы шли по следам Его, нашего Господа Иисуса Христа. И пусть Господь благословит и наш город, в котором мы живем, мы так благодарны Господу, что мы можем приходить в этот дом молитвы, и Он прекрасный дом молитвы, только чтобы наша жизнь еще была прекрасная. Я всегда вспоминаю, сколько раз мы с братьями ходили, когда еще не было этого молитвного дома, чтобы эту землю купить, сначала был один за то, чтобы продать, еще раз пошли второй, двое, и так постепенно, постепенно, что потом нам разрешили здесь строить. и слава Господу за то, и даже тот, который строил, он сегодня в вечности. Мы поблагодарим Господа, что мы можем, что это Господь нам дал через правителей нашего города эту землю, что мы здесь уже не четыре раза собираемся в выходной день, а приходим на этих прекрасных скамейках, слушаем Слово Божие, и мы должны быть благодарны. Встанем, помолимся. Аминь. Будем ждать воскресенья, чтоб опять прийти и послушать наставления нам всегда вести. Мир натихо, мир натихо, мы домой пойдем, все благие наставления в сердце мы возьмем. Дорогой наш Господь, благодарим Тебе, что Ты давал нам сегодня эти добрые наставления нашему сердцу. Благодарим, что Ты напоминал нам сегодня молиться о тех тружеников, которые труются в церкви, которые руководят нашими церквями, руководят объединением, отделами и комитетом объединения. Я сердечно благодарю Тебя, что вижу, что вот в этом большом служении участвует много членов нашей поместной Брайдской церкви. За каждого брата и сестру, которые трудятся, жертвы, я Тебя искренне благодарю и прошу, воздай и наполни их дома и семи особыми благословениями, особыми силами, чтобы они трудились больше. Надели их силы и физической, и духовной. Господи, я хочу помолиться Тебе за нашу большую церковь, за служение проповеди, за проповедников наших, за пастырей, за учителей в нашей церкви, чтобы Ты особо даровал мудрости, дерзновения проповедовать и хранить церковь через слово Твое от лжеучений, от заблуждения и от лжеучителей. Сохрани церковь нашу и кафедру нашу. Я благодарю Тебя, Господь, также за то, что Ты побуждаешь сегодня молиться и о городе, и о правителях нашего города, и о стране, в которой Ты поселил нас, и молиться Тебе с благодарением, что Ты действительно дал нам много блага, дал нам столько удобств здесь, столько ценностей, столько материальной помощи, особенно вот пожилому поколению. И, Господь, я присоединяюсь в благодарности тех, кто получает эту помощь и прошу, благослови нашу страну, благослови город, в котором Ты поселил нас, благослови губернатора нашего города Джерри Брауна, Благослови президента нашей страны Барак Абам. Мы знаем, Господь, что всему надлежит быть вот этому последнему времени, развращению, падению нравственности. Но Ты призываешь, чтобы мы молились о нас, чтобы мы не поддавались этому, чтобы мы могли делать то, к чему Ты призвал нас. Благослови нашу большую церковь со всеми тружениками, с семьями нашими, Господь. Благослови, дорогой Господь, пастыря нашей церкви, Павла Михайловича, помощников Его, Господь. Благослови дьяконов, благослови семьи трудящихся в разных отделах, в разных служениях, чтобы действительно мы были цельны, едины, Господи, и укреплены силой свыше, Твоей силой. Благодарю Тебя за все проповеди на этой неделе, за наших братьев, которые призывали к молитве, готовились, и, Господь, поощряли нас к этому. Благодарю за сегодняшнее особенное собрание, что оно такое торжественное и молитвенное было. И присоединяюсь к молитве вот этих нужд в записках. Благослови, Господь, просящих о помощи в здоровье, об операции, которая предстоит сестре. Благослови, Господи, сестру Татьяну вот в том суде, который она будет переносить в конце января. Пошли Твою защиту, Господи, ей, детям ее, Господи, от всякой несправедливости, от разорения дома ее. Господи, благослови все свои нужды, высказанные Тебе. Ты знаешь больше, Господи, знаешь все тайные, тихие нужды молитвенные. Да будет имя Твое прославлено, возвеличено в наших сердцах, в наших семьях и в нашей дорогой церкви. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok